пацаны всем привет на связи дмитрий гровер я вернулся я снова здесь посмотрим как будет дальше но пока что на данный момент буду находиться здесь вот этот келиш который был на канале вы уж там сами смотрите кому понравилось кому не понравилось но теперь буду брать бразды обратно в свои руки будем раскручивать этот лютый маховик так как у нас изначально и завелось и я пришел сегодня не с пустыми руками я вам принес лютый материал которого все вы давно ждали ловите дмитрий гровер пубертат увидел мир начинается период гаража обещала полгода ну как бы вот так только сейчас получилась ребята собрались таксус веди в курс дела все что происходит друзья господин алексей вафа переехал вы его помните хорошо квартира уехала все но остался еще гараж и подвал вот этот гараж в которой сколько его уже не открывали не знаю 20 лет его никто не открывал да короче там четыре на четыре комнаты я делал и там непонятно что внутри вафа очень рукастый делаю это все сам своими руками позволь мне вафа туда войти первым ах ты его сам построил да не совсем просто можешь для машины не годится он никакой низкий там стоял моток был старый мусора сборник то есть там еще твоего имущества трошки осталось то не трошки по завязку и кота печи имущества общей тусовки имущества открываем выкинать придется до лафа когда ты внутри был последний раз лет дофига назад друзья сегодня распаковочка гараж его вы распаковываем сегодня уже туда не заходили лет восемь сейчас будем распаковать посмотрим что внутри сделаем доброе дело очистим двор и распакуем гараж все вот это ключ от гаража поехали лафа можем начинать так точно уже замок снят сегодня будет подключение и дело в том что видишь подмурованы двери а все мы попали внутрь до бомбарем пахнет бог как пахнет как подземной речке подожди а наша задача очистить его полностью так точно а он насколько вглубь выходит метров на десять не метр два три тихо тихо что это писал ящик лишу никак не баба его протекает крутите барабан следующий ящик или забирайте деньги наверно а мы все забираем или что-то будем выкидывать конечно очень много выкидывать матерая земля и принтера кусок принтер лазерный когда еще в школе учился такие были или нет так друзья план на день это все вызвали оттуда вычистить гараж загрузить машину и мусор выкинуть мусор выкинуть и отвезли в загородный дом то что надо а надо скорее всего здесь тебе все будет большинство большинство а как это будет пространство в дальнейшем использоваться продаю соседу а там будет ясно а просто продаешь землю по сути ну не так даже просто место 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 то есть забита под завязку прямо по двери вот потолок вон уходит такой хорош а что там могут мыши какие-то или тараканы жить а легко хотя живут особо сильного не повезут слышишь лафа а отделять мусора ценных вещей здесь будем или или как я думаю что здесь а мусор куда ну сладится господа уважаемые мусора здесь не существует это все мы родители полицейские а у нас сметя у нас передавать интересные вещи будем показывать ну а баночки говори еще это все старинных и тихоньких алё да привет берем да уже начинаем тогда не особо не рвись потому что это ну наверное водитель скажет часа на три минимум потому что у нас дофига будет работать ладенько да давай супер хай супер хай да не знаю что прикол с вами из россии царские смотри короля что такое кроль м м кроль о ого тут у тебя лафа антиквариат может быть был а что тут самое ценное тут по легенде два твоих мотоцикла хранится две коляски двух мотоциклов мотоциклов тут уже давно нет а дима таки один украли другой уже это на я уши это на на ответственном хранении но типа да а я думал это моторная лодка а вторую бум дверку открывать я хотел даваться сделать а так что давай сейчас мотору открою боя вижу что у нас затруднен доступ пилить надо так давай спилим а есть чем вот так давай тогда спилим два справочник по бытовому сатанизму доставай это полотенца какие-то одежка одежка это сакахенда может быть и бельевуха вряд ли не сохранить вливая вошь не говорим не в горда уже все три мотузка сгнивая у вас есть сыр без дыр смотри для для ляля мирон слышь как завоняло понять это машина включилась а не машина старьем вот даже это короче приведение искренней машинки это приведение швейной машинки а ухты какой разумный педалька этого пока добыл молодой или там думаешь сегодня успеем все сделать надеюсь на то надо успеть очень надо да лафа как получилось то есть тут делали новый асфальт и заасфальтировали тебе двери отдельная история на камеру говорить не хочу ну то есть как в подвал кто-то залил асфальтом не подвала потому что это незаконная постройка типа ли это полято самозахват самострой поэтому это было сделано начально это был мусоросборник а до мусоросборника это были древние конюшни конюшни были там конюшни а тут жил конюх потом был весь советский союз мусоросборник это тоже про него только сил яска не в шину не знаю ты не был знаком с этим конюшном не играть это было до рождения моего прадеда наверное давай диск пилить будем закатана асфальтом закатали человека в бетон а за разводником пошелся лафа шоу для тебя для памяти самое ценное может храниться в этом гараже наверное верно наверное коляска от кассика а там глубине еще одна коляска да ты же молодости с мотоциклами до сильно дело имел более того мир он когда позавчера метал на 4 работал на мотоцикле этом заводе это можно озвучивать информацию можно там нет ничего секретного еще а что-то какие ты модели чинил я изготавливать детали с нуля и собирал узлы и агрегаты для каких моделей ох это перечислить очень трудно но основные самые знаменитые не про 11 не про 12 не про 16 м 650 гривен не помню назывался кубовый ну для готов делал рука так дрожала ну не потому дрожала чтобы я за плохо сделать я всегда хорошо сделаю потому что делал против нас получается я понял но там же у т.к. была строгая погрешность не допускались за мной 3 мусора стояли смотрели чтобы не дай бог не ничего не того не сделал а это все полностью киевское было производство конечно не на камеру потом приколюши другие приколы не надо резать она связана все по фоне будет дело надо резать дай болгарку была пеньковая веревка но я типа пеньки носить нет а чё пеньковые стебли сделано с хранопляного стебли а типа натуральная можно починить или будем выкидывать не невозможно выкинуть может печь топить или печь топить или печь топить на распалку может пойти в бензин и выковать это сыр а у вас есть сыр без дыр спасибо что происходит расскажи пожалуйста подключение к электрификации так точно на самом деле болгарка подключается ты электриком тоже доработал было дело и не сюда а сюда вот сюда это мы на чью-то хату кинем не на общем счетчик мы это временно сделать дурня все где электрификация да да где электрик да а а это крокодильчики да 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 именно так извини кто не зарезет груздотокси написано алё привет на сейчас не сильно удобно говорите ты шо гад что ты столько трубку не берешь времени да более того я хотел людей подрывать по этому поводу твоему так это не говорил ладно задели не телефонный разговор я на районе у себя возле гаража все конец связи подруливая ну только не будет до того сейчас дело я надо все делать срочно все конец связи пока объявляй конец связи да давай мусор ухватывает вибратор давай махать лафа ты задекларировал доходы конечно же нет я за стёбу на гараж набили я за стёбу набил это внутрь налоги предпочитаешь не платить конечно слышала у тебя тут обнаружилось что зетка на гараже нарисована какая она тут зетка ну вот же зетка у тебя на гараже зетка букву зет никто не отменял но я не фанат россии конечно об этом лучше не буду говорить друзья данное видео с лафой вы смотрите в большой степени благодаря тому что сейчас мы имеем вот такой прибор во всю идут блок ауты в украине потому что выборы нас бомбят но мы выходим из ситуации спасаемся вот это по сути огромный power bank с выходом на розетки я в него подключаю компьютер вот покажи пожалуйста у меня к сожалению и к счастью нет у меня нет ноутбука у меня конкретно монтажная машина системный блок большой монитор колонки и я монтирую вот на нем я подключаюсь как это называется электростанцию подключаюсь вот эту электростанцию и спокойно монтирую весит около 15 килограмм и прикол в том что его можно использовать его можно использовать в квартире он не выделяет никаких газов газов он заряжается от розетки полная зарядка чтобы его зарядить один час портатив power station поехали 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 уже спасибо большое ребятам из экофлоу которые дали вот эту вот нам портативную электростанцию подойдет всем и военным и рыбакам и просто для домашних условий в такое непростое время заходите ссылка в описании выбирайте себе побольше поменьше экофлоу вот такие вот замечательные портативные электростанции ссылка в описании под видео а мы летим дальше разбирать караш лапы да держи ого профессионал оборудка хабар оборудка а розетку не стали все нам еще не выходит погрязать от ломать надо правильное решение диска экономить диска нету просто больше вот и все как это жалко такая бугорка то же самое какие очки да теперь даю спешат на помощь что начинаем резать все так тоска болсанку ну что вышла лобозанку воды бери бігов болсанку воды ого ого дымится а что там задымилось нормально ты нормально ты лафа порезал алло алло да посреди посреди обязательно супер влага очень рад твоей помощи на штабу это ж пингалей для тебя снимал когда пел так вместе мирон ты шо умер глянь что происходит друзья шутки шутки минут два часа машина приедет если не попадем на эту машину будет лафа за это деньги будет отдавать поэтому ну да за каждый час по тысячи гривен поэтому сейчас мирон успокойся что такое водку побьешь так что будем работать и стараться до вечера все это вывести огонь во фашу такое это был вентилятор а теперь шо асинхронный асинхронный или нет нет двигателя коротко замкнутый смотри лафа ого антиквар фарфор положи ее отдельно чтобы не побили где-то какая ваза красивая но это можно вот так стене поставить не бухать даже пиво буду у нас тут внутри запорный механизм который держит дверь не дает открытие чтобы делать домкрат сейчас не нужен что там у тебя раритет ху-ху-ху рабочий фотоаппарат лафа так это дорогая вещь она цен тут дорогая откуда это факту недорогая скорее всего это завод где-то арсенал девятнадцатого века чтобы продавать его никак нет а куда хай будет ничего сеток это нормальные вещи лежат нормально-неормальные я такой чем бог послал да тоже вещь дорогую пропьем потом пропьем потом этого антикварный магазин пойдем правильно не стоит куда-то полюсу на 5 щелкнуто не 2 часа машина приедет быстро в 2 часа машина прибудет а ну тогда расслабляйтесь тогда решите лафа давай команду что делать твое имущество давай направляй процесс я сейчас режу открываем ну и так далее тому подобное будем дверь срезать ну подрезать снизу точно будем сто процентов ну что полетели вот мы подпилили дверь оторвать ее от основания хотим лафа такого года рождения 1978 что а так ты ваш исуса выходит наверно тайник на конгу до 72 сайт сутова удара 7 строго что ли прикольно никогда не знал это мотоциклетная специальная да я делал борд инструмент алё охлободился пока же двери не открыли так друзья идите помогайте потому что не будет дела пусть лодыри помогают молодец спасибо а ого серьезный инструмент целая слесарная мастерская у тебя лафа все пошел зазор снимаем давай забери раз забери районная электростанция 2 на настеж настеж начинаем разбор все открыли начинаем разбор все открыли так лафа лафа мы открыли полностью хорошо тогда как мы действуем далее командируем эту разбор ситуации нам нужно вынять оттуда полностью все так точно так же замести то чтобы не с ариночки не лежала до на мусор можно быть частично выкинуть или все-таки ты собой опять увезешь через это будет выкинуть босса частично а есть какие-то для погрузки у нас старо мешки или ящики мешков трех есть или что ли просто на асфальт покажи на асфальт ты же мудрец не но это мешок военный ох лафа ты что косточки косточки это выкину как воняет ты понюхать лафа ты что сдурел уже она не играет как раньше играли на пивах видел рыбопила рыба очень много друзья это маленькое имущество лафы которое он собирал полжизни сейчас мы будем перебирать смотреть что увезем а что не увезем но скорее всего уедет все до единого болтика сейчас посмотрим ну это же хорошая вещь где-то можно прибить на балконе ламинат что это смотри гляляля о вау а что это свечка а свечку жрите мусора это пошел чикатиллоки это куски волос хранятся именно короче людей на стульчики садить продавать попкорми на и разбирать завалы сидеть новое шоу да лафа курируй процесс это вот для взрослых порно материален идика остался или нет ну да прикольно лафа ну глянь шо это у тебя тут такое что-то подозрительное а че мирон не помогает потому что он уже нахтигаль как говорят закрой хлебницу ого это ценная вещь кулечек с мохом лафа а шо вот это за предметы это бывшее дьявол на которых тарик спал а у него бельевуха была не? еще какая лафа ты шо ребенка грохнул здесь? нет а че самокат у тебя тут делает? или лафа ты хоть что-то забирать отсюда будешь? я буду большинство забирать отсюда буду забирать отсюда большинство я выезжаю в связь с тем что 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 ребят получите минутку как бы этот гараж остается моему соседу а то есть ты гараж отдаешь дальше передаешь по этому пропиваю по наследию а пропиваю с этого надо бы и начинать конечно а то мы говорим продаешь отдаешь а на новом месте у тебя уже под эти все вещи заготовлено место где будешь хранить? почти что да но даже не применяться будет а вот это слышь мотоциклетная кабина пойдет тоже в дело? не кабина а коляска конечно пойдет а шо там ну мы же взяли эти дозиметры спектрометры счетчик гейгера да шо нам надо сделать? какая задача стоит? когда мы задача на видео не обсуждаются а я понял какое личное да? хорошо ну шо полетели? ой 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 ляжете высвать и не предупреждаете что поделать вампир и сделаем вам ночное вокушение хахахаххаха будем играть сегодня домино целая капочка класс реально полная сувенирная днепропетров класс да или я суперсус из днепра хочу передать большой привет спасибо за картинки спасибо за рисунки за твои дядька мать Безлюды, караваны, изюм, курага. Так, дорогие друзья, при раскопках у господина Лафы были выкопаны вот такие вот раритетные домино. Мы хотим их разыграть на лучший комментарий. Напишите, что бы вы хотели бы еще, чтобы Алексей пришел к нам в гости и куда-то нас сводил в интересное место и что-то рассказал классное. Мы вот разыграем на самый интересный комментарий вот это вот раритетное домино. Держи. Что, подпишем? Да, мы подпишем и отправим Сусик. Сусик. Ого, Лафа какой каллиграфический. А, Лафалом. Все, вот эта штука едет к вам, друзья. Напишите комментарий, что бы вы хотели, чтобы мы с Алексеем сделали еще интересненькое. Лафа, время съела сапог. Да, Фан. Да мы как-то взрослые сапоги были. О, орехи. Желуди. Хачана. О, блядь, о-о-о-о. Все, Дима, очень хорошую съемку. Друзья, мы находимся в самом центре города, в самом центре Киева. И вот такие вот места, их тысячи, тысячи таких мест, где люди вот это вот веками делали, веками. Лафа, может быть здесь какой-то клад, про который даже ты не знаешь? Тереться еще, может, все. О, шестереночки. Утюг. Смотри, тут даже сталактиты выросли. Да. Опа. Ого. Как ты удержал такой тяжелый. На, тарантасик. Это микро-тарантас. У нас в школе на уроках информатики постоянно крали эти шарики. Для чего? Да, чисто из-за зазорства. Давай, вставляй обратно. Пойдет в дело. Ты как, компьютером пользуешься? Никак нет. А интернетом? Нет. В интернет не входишь? Нет. Не интересно тебе? Нет. Лафа. И что я нашел? Это же лопата, которая копать сбоку. То есть лопата еще первой мировой, походу. Первой мировой? Да. Она была больше, обрезали, обточили, дастся делать. Принтер. Ого, ракета, смотри. Это Глужуке-2049. Такая коляска. Покатаешь коляски? Ну, когда куплю, покатаю. Это была мультиварка. А, было, а ты спила. Лопа, перебирай, что надо, что сразу на мусорку пустят. Я с такой скоростью не могу перебирать. Потрое-то у нас времени. Покатаешь бойцов целой армии. Лафа. Что? Бойцов целой армии. Ну да, чтобы не умерло. Сейчас, пять минут, я чуть погребусь, будет очень интересно. Масло двухтактное. Да не масло двухтактное. Трехтактное. Нет. Сумочка? Да. Могут быть и бабки. Вау. Нет, это не то, что вы думаете. Это то, что я думаю. Опа, покажи, покажи, покажи. Ого, смотри, как. Именно по-мужски. Так, зарядочка. И кассета. А что за кассета, покажи. Дип Форест Компаса. Вау, подходи ко мне, тут часы какие-то дорогие нашел. Ну, покажи часы. На. Идут еще? Ой. Ой. А, это как в катакомбах происходило с вилкой. Помнишь, оно типа окислилось? Да. И само по себе сгнило. Сумочка хорошая. Так вот интересные вещи происходят. Ого, какой олдскул. Что вот это за шерш? Нож? Непонятно чей. Старинный нож швейцарский. А ну попробуй открыть. Класс. Это еще с Первой мировой. Ага. Его можно, это, починить. Рекультивировать. Да, и в использование пойдет. Ого, жужелица побежала. Сулейман. Чтоб не побери, забери, Лафу. Ребз, я не могу бегать туда сутать. Ну, а что делать? Ого. Ого. Обогревающий. Первой мировой. Нет, нет. Лафа, а там второй слой, это с Первой мировой вещи? Не все. Ну, лопатка точно в Первой мировой была. Нет, гляди, гляди. Ребзя, что кому нравится, берите сразу, это по-любому. Это же советская методика. А как это? Что это такое? Это щетка-самометка. Как? Щетка-самометка. Это механическая? Механическая. Ого, я такого не видел даже. Так ее можно, это... Среди не ма уже. Почистить можно и пользоваться. Да. Она будет возвращаться. Посмотри, какие кангелябры. Да. Это сталинский. Нет. Сталин вампир. Сталин еще не родился, когда это было. Лопат, ты со Сталином не пересекался в молодости? Как я мог пересекаться с ним? Как? Я же пересекался. Гусей, гусей. Что, иди тогда, помогай. Как выездная помощь? Лучше не придумаешь. Ты на людину трошки попав. Да мне по барабану. Это колхалт-бургер. О, в мирову. Это колхалт-бургер. Не надо сюда лезть, тут некуда лезть. Воу. Лофа, курируй процесс. Говори, кому что делать. Берите с той стороны коляску. Давай коляску вытягуй, Лофа. Давай, Лофа. Раз, два, три. Взяли. Раз, два, три. Лерона, взяли. Тяни, говорю. Тяни, ёк, твоя голова. Давай. Давай. Тяни, 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 говорю. Тяни, лову. Давай, тяни. Леха, не, 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 не пойдет. Поступи. Понимаешь все? Друзья, помогай. Покажи, покажи, очень интересная вещь. Механическая? Да, полностью. Как так? Двухпередачная. Это каких годов? Тридцатых. Чуть почистить, будет ходить, да? Конечно. Смысл для помощи. Не вижу особо. Да, можно будет. А что это такое, Аллафа? Ходовая от робота-миньора. Гаубица? Это от робота-миньора. Серьезно? Да. Ходовая от робота-миньора? Да. А где ты взял такую? Вот я где. На OLX купил? Да, купил. Тихо, тихо, тихо. Залужил тревогу. Могучная тревога. И что? Тревога. Слышь, что, в гараж будем прятаться? Да, ну, понимаете, противогазы. Да. Вот это что-то тревога. Да ты сам одеваешься. Руха. Можно починить. Не, это мы шифра емит. Не, это ржавчина. Лафа, а что из этого самое ценное пока что мы нашли? Вот эта коляска с самой большей ценностью имеет. Так, тут две коляски. Две. Это фильтр от противогаза. ГБ4У. Что там внутри? Можный элемент, угольный фильтр и много еще пластинок, которые очищают любые боевые газы. Что, оставляем его или выкидываем? Можно высыпать сам уголь для фильтрования самогона, либо воды. Либо спирта, либо других вещей. Лафа, работник устал. Все. Лафа, работник устал. Лафа, понесло нечистотами, мы вскрыли какой-то слой гнили. Возможно. Как идет процесс, успеваем по графику? Не успеваем, я уже. Сбиваемся с графика? Да. Микола, Микола, Буз, Буз, Кока-Кола. Микола, 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 Саркогола. Микола, Микола, Микола. Да у тебя крестофокий. Нет, даже с Братилой у нас же не была новая. Хорошая, не ровно будет. Хорошая, реально, пожалуйста. Нет, ты помоги и нагнись. Убью меня. Хорошая, не ровно будет. Короче, это была дурья надоела, ребята. Да у нас столько дела, так у жутки от того, что осталось. Видишь. Так ладно, Димыч, мы идем куда-то ледем? Что? Идем куда-то ледем. Сейчас СУС вылезет вместе, мы сходим. Тяни. Раз, два, три. Стоп, погоди, погоди. Готов. Раз, два, три. Три. О, поехала. О, о, о. Пять. Ты живешь. Нет, вылези, вылези. Я лежу. Я буду здесь. Ну, погоди, я ледясь. Давай я вытащу, поставим его здесь на асфальт. Я же хочу. Нет, для видео можно за крыло взять еще поднять. О, бро, 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 бро. На секунду. Да поставите его на асфальт. Ого. Ты поднимать ваш? Да. Вира. Нет, там еще три. Кто я? Где? А что ты запротивляешься с тем, блядь? Да. Ну, идем вместе. Что, друзья, идет разбор полета, работа кипит, кипит, горчит, кричит. Что, нормально? Смотри, уже куртку одел, глянь. А ты кто? У тебя же воши будут. А ты кто? На, передаю полномочия. Пост принял, скажи. Пост принял. Вообще освободили гаражик, чуть-чуть осталось, этот тарантасик. А, так тут второй мотоцикл еще. Ага. Он еще в лучшем состоянии, чем первый. Да. Слушай, тут такой запах, как где-то в бомбаре. В бомбаре, да, именно. В дренажке. Классичный. Именно добротное киевское подземелье. Да, такой погребок можно и жить, в случае чего. Папа, организовывай людей, организовывай. Организовывай уже. Да, да. Бой, только всем, кто может выживиться, разобрать все это дело. Так мы и занимаемся. Да. Ладно, я думаю, что мне надо в силу уступить. Потому что не будет без него делать никакого. Что, работать начинаешь? Да. Саня, а что толстолоб не работает? Толстолоб, что не работаешь? Прохолстаюсь. А, прохолстаюсь. А, что скрывать? Прямо говорит, как есть. Но мне надо. Но мои полномочия закончатся вот здесь. Вот. Меня на сегодня заплатили только вот за это. Я сейчас доделаю и все. А дальше я буду копать вниз. А ребята будут выносить дальше. Лафа, слышишь, так это историческое подземелье? Это получается ниша подземная? Она каких годов? 1900-х, если не раньше. А что тут были вот это, ты говорил? Конюшни, конюхи? Конюшни были вот там, где гаражи. А здесь конюх жил? Да. Реально? А вот сядет конюхи, какие-то приборы все три. Подковы, да. Зубные протезы конячие. То есть в этой комнатке ты утверждаешь, что в 100 лет назад жил конюх? Больше 100 лет? Да? Да. В такой кибитке, она в Союзе с домановым бетоном. Она была выше. И там был еще кирпичный склад, и была охрана, торжевая будка. Чтобы коней не покрали? Да. Потом это все цеховское было. Какое, какое? ЦК. А, новое, цеховское. Цеховское. Я понял. Ну, это как бы сейчас как сгул. Ага. Это 11 лет. Лафа, ничего не повредили здесь бойцы? Да не повредили. Что же не повредили? Там вот эта бутылка треснула, но я нечаянно кинул. Там вот ему еб. Там пустая была. Спасибо. А ну работать давайте, что вы там бездельничаете? А ну наняли вас на что? Денег не заплачу, зарплаты не дам. 150 миллиметров. Лафа, это что такое? Это кусок укрепленного района Киева. Укреп старый? Да. А что австрийский? Потому что мы с надружностью были в Германии и с автори раньше. Это еще с первой мировой? Да. Ого. Давай, пошел на удушающий. Опа, ну полей водичку. Что, водичка не надо? Опа, приготили, сука. Раз, два, три. А меня... Приготили. Забирай это дело. Встал. 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 И что? И что? И что? И что? Та хо, правей меня. Повозже, встал. Мяу. Давай, бля, чувак. Я, блин, всток. Будь здоров. Дожди, ты крутой, блядь. Ну да, ты крутой. Ой-ой-ой Давай-давай-давай, выкатывай мотык Дебилы 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 Саня, что, закрываем дверь? Да, сейчас Иорек, здорово Привет, привет, пацаны Ну что? Сарай очищен Надо, чтобы Лафа принял работу Вот, смотрите, было завалено по потолок Очистили целиком Вымели весь пол Если вам надо что-то очистить Нанимайте суперсуса И он нам все сделает За маленькую мзду Все, всем спасибо Всем свободны Сказочке конец Прошу всех любить и жаловать До свидания всем Тварь упал ТРСТ Я упал Ты ногами потрамбуешь Хорошенько страмбовывай Требай, требай Где ты уже за терминаторю Сады, высадай Сады, Сады, Сады Что там, Лафа? Ну что, как идет процесс? Неприятно, но пойдет А что неприятно? Ну что неприятно Что приходится выкидывать много? Не, не потому А почему? Сачкуют ребята? Не, не потому А что? Приходится последнее от тебя отрывать Это неприятно Ну да, это жизнь Зато новым обрастешь Что ж, тут нам ряд Нам же ж хабар Что так тяжело достать Да не хабар Место А, место Ну конечно, когда ты все детство прошло Это грустно Да Это я тебя понимаю Это не шо Для смеха или че? Диа, Лафы Сейчас надо все поотрывать Пацанал Привет, друзья Так тут еще он Вот тут, мне тебя, пожалуйста Че, подавли Спасибо, ребята Нет, там Спасибо, ребята Ё Ты не туда пошел, дебил Ооо, походу все другие Порвал Да, порвал Да, чувак Да, я на связи Ну и что, блядь Ты хочешь его раскусать? Да у меня тут вся движуха, братан Понимаете, у меня этого не простят Не убьют меня Ё-ооо, пофаль Кома Вообще не усядут перевозки Че, вы идиоты, сука, блядь, оставили Что, что, что случилось? Игорек, привет Спасибо, что приехал Слышишь, как ты можешь оценить Со своего жизненного опыта Вот эту вот данную Данную катавасию, которую Тут развели Ну, жизненного опыта, конечно Это проблема С которой нужно бороться Наверное, медицинским путем Об этом уже позаботится Пускай и хозяин данного помещения Самостоятельно А в принципе В принципе С точки зрения безопасности И пожарной И вообще общей безопасности Захламлять помещение До такого состояния Категорически не рекомендуется Поэтому, пожалуйста Сохраняйте трезвость ума И Свободу помещений И санитарию Санитарию, конечно Санитарию, это в первую очередь Если вам понравилось И этот персонаж Вам зашел Лафа Пожалуйста Напишите нам об этом И мы, возможно, снимем продолжение А если он вам не понравился Ну что ж Тогда на этом мы и закончим Ну что Вы решились? Лафа ждет И мы тоже Оставляйте свои комментарии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok